Эннид Блайтон Эннид Мэри Блайтон родилась 11 августа 1897 года в Южном Лондоне в семье торговца столовыми приборами Томаса Блайтона и его жены Терезы. Она была первым ребенком, и отец души в ней нечаян. Но еще будучи младенцем, Эннид заболел от пневмонии. Доктор сказал, что она не доживет и до утра, но папа всю ночь просидел с дочерью на руках, и девочка выздоровела. Томас Блайтон был человеком исключительного любопытства к природе, искусству и жизни, и свою тягу к познанию он постарался передать Эннид. Они могли часами гулять по английским холмам, обсуждая птиц или рассматривая следы зверей. Отец знал названия всех растений и животных, рассказывал истории о зверях и птицах, а еще вечерами пересказывал древнегреческие мифы. Эннид вспоминала эти детские годы как идиллию. Время, когда казалось, что дни будут теплыми и солнечными, а небо голубым. Мать писательницы, Тереза, увлечения дочери не одобряла. Она считала, что девочке полагается заниматься только домом и семьей, а прогулки и стихи только зря забивают ей голову. Младшие мальчики из семьи могли сколько угодно играть в индейцев и исследовать их крестности, а от Эннид ждали, что она будет помогать мыть посуду, убирать и гладить. Стоит ли говорить, что Эннид так возненавидела эти занятия, что взрослой ни разу не притронулась к никакой домашней работе. Как только у нее появился доход, она обзавелась целым штатом горничных и кухарок. В 1907 году Эннид Блайтон стала ученицей школы для девочек. Учеба давалась достаточно легко, разве что с математикой возникали сложности. Она участвовала в школьных спектаклях, возглавляла теннисные и легкоатлетические команды. А еще Эннид Блайтон мечтала писать детские книжки. Она хотела лучше узнать детей и поэтому решила стать преподавателем в школе. Эннид Блайтон с отличием окончила учительские курсы, а в 1920 году отправилась работать гувернанткой к четырем сыновьям архитектора Горация Томпсона. Школы в округе не было, поэтому к мальчикам присоединились еще несколько детей. Эннид Блайтон получился в свой небольшой класс. О такой учебе, наверное, мечтал каждый. Ребята собирали бабочек и мотыльков, устраивали экспедиции по полям и лесам и даже изучали тайную жизнь прудов и луж. По вечерам Эннид Блайтон придумывала и рассказывала своим подопечным истории и обнаружила, что мальчишкам нравится слушать про отвагу и доблесть, девочкам – прохей, но абсолютно все любят приключения. Главное, чтобы истории были смешными и с фантазией. В 1922 году вышла первая книга «Сборник стихов» «Детский шепот», посвященный мальчикам Томпса. Детям, писала она в третьисловии, нравятся два вида стихов – с юмором и с фантазией. И поскольку таких, где есть и то, и другое, мало, то приходится писать самой. Отзывы на книгу были восторжены. Читателям очень нравилось, что она написана языком ребенка и передает его мысли. Благодаря своей невероятной продуктивности, которая с годами станет легендарной, только за 1923 год Плайтон написала более 120 историй. Эннет Блайтон проработала в своей маленькой школе 4 года. И именно благодаря учительству к ней пришел первый литературный успех. Пьесы, стихи и песни для детей моментально становились популярны. Особенно после того, как Эннет нашла для них иллюстратора – свою одноклассницу Филлис Чейз. В 20-е годы рассказы и статьи Блайтона не только появлялись в журналах, но и вышли отдельными тонкими книжками. Тогда же она начала вести колонку в журнале, еженедельные рубрики «Из моего окна». Она рассказывала о приключениях недели, забавных случаях на занятиях и прогулках, описывала театральные постановки, на которые ходила, животных, которые встречала. Блайтон умело поддерживала интерес читателей. Обещала рассказать историю, когда ей придет 100 писем с просьбами о подробностях. Она устраивала конкурсы и благотворительные марафоны. А когда объявила, что вступила в общество с дачи макулатуры, в ее примеру последовали 200 тысяч человек. Во всех книгах Блайтона девочки действуют наравне с мальчиками. Сахарных принцесс Блайтон надобно выносила. Ее героини сильные, смелые и бесстрашные. В библиографии Блайтона более 600 книг. И еще около 300 произведений остались в черновиках. Ни война, ни материнство не отвлекали ее от цели. Не менее 5000 слов в день. Ее старшая дочь Джиллиан вспоминала, что когда маме надо было написать новый роман, она круглосуточно пропадала в кабинете и уже через 5 дней могла выйти с новой книгой. «Великолепная пятерка» – это серия детских детективных книг. Первая книга из серии, озаглавленная «Тайна острова сокровищ», вышла в 1942 году. Изначально Блайтон намеревалась издать не более 8 книг из серии, но благодаря большому коммерческому успеху «Великолепной пятерки» из-под пера писательницы была выпущена 21 книга. А к концу 1953 года было продано более 6 миллионов экземпляров книг. Каникулы – самое подходящее время, чтобы придумать что-то особенное для себя и друзей. Питер предложил создать тайное общество, в которое кроме него вошли шестеро друзей. Так образовалась секретная «Великолепная семерка». Ребята придумали собственный пароль и устроили в сарае настоящий штаб. А когда они наткнулись на странные следы на снегу около заброшенного дома, сразу поняли, что приключения начинаются. Теперь ребятам предстоит ввести собственные расследования и помогать полиции в раскрытии настоящих преступлений. Пятеро тайноискателей – Фатти, Пип, Бетси, Ларри, Дейзи и их верный друг и помощник Скотч-терьер Бастер – живут в небольшом английском городке. Здесь они расследуют многие загадочные происшествия. Питер, Молли и забавные Чинки, главные герои книги, очень любят путешествия и необыкновенные приключения. А на чем же они путешествуют? Никогда не догадаетесь! На волшебном кресле, которое умеет летать. Став обладателями такого чуда, дети со своим маленьким приятелем Чинки посещают самые невероятные и удивительные места. Куда же относит их волшебное кресло? Скорее открывайте книжку и отправляйтесь вместе с друзьями в неведомые страны. Эта история рассказывает о невероятных приключениях брата и сестры – близнецов Питера и Мэри. Впрочем, почему невероятных? Правда, случиться ни с кем-нибудь из нас действительно было бы чудо. Но все дело в том, что домик, где жили дети со своими родителями, стоял как раз напротив золотых ворот в страну Фей. Там, за высокой стеной, обосновался маленький народец – эльфы, гномы, феи. Во множестве волшебных сказок описаны их нравы, характеры, привычки. Читайте и узнаете все, что захотите. Что нужно сделать, чтобы стать знаменитым? Можно прославиться, как звезда телевидения. Можно стать чемпионом мира. Можно даже стать самым сильным на Земле. А можно просто выручать друзей из беды, наказывать злодеев и попадать в целую кучу необыкновенных приключений. Так, как это делает по-настоящему знаменитый ребенок Тим. Этот герой сказочных историй Эннет Блайтон – деревянный, кивающий человечек Нодди. Он сбежал от плотника, встретил гнома-польшевуха, который стал ему настоящим другом, построил себе дом и даже нашел работу в игрушечном городе. Нодди такой любознательный, трудолюбивый, прилежный, храбрый и отважный, что подаст положительный пример не только детям, но и взрослому. В этой книге много коротких историй, добрых и поучительных, веселых и грустных. Они помогают понять, что такое хорошо, а что такое плохо, что жадно быть плохо, а вот уметь сострадать слабому просто необходимо. И не стоит задирать нос, можно остаться без друзей. А еще надо помнить, что старый друг лучше новый дух. В сказке писательница Энни Блайтон обучит маленького читателя этим нехитрым, но очень важным правилам жизни. Сказочные истории английской писательницы Энни Блайтон пользуются огромным успехом во всем мире и уже стали классикой. Эта удивительная книга приглашает вас старинный особняк, окруженный таинственным заброшенным садом, хранящим множество волшебных тайн. В рецензиях на первой книге отмечалось, что Энни Блайтон говорит как ребенок и думает как ребенок. Это качество ее проза сохранит до конца. Стоит сегодня открыть книги, чтобы убедиться, как по-детски понятно они написаны. Детям это очень нравится, потому что делает картину мира понятной и простой. Вот дом, он крепость, вот дружба и приключения. И пусть ничего кроме них с нами не случится.